Построить свой дом и потом взяться за свое дело. По такому пути пошел житель Визинги. Андрей Яровиков при облицовке нового жилища открыл для себя альтернативу сайдинга – термопанели. Экономичные и надежные. Только в родном Сысельском районе их не купить. Вот и решил он выручить сельчан и запустить цех по производству современного материала. Уже сегодня думает о расширении бизнеса. Перспектива есть трудославие людей, потому что люди только начинают сейчас узнавать об этом. Материал достаточно новый. И вот подходят, интересуются. На веслу уже есть заказы, сейчас заказы есть. И в перспективе, да, надо взять людей. Будем брать людей и расширяться в этом, потому что есть и другие продукции будут. Как гибкий камень для внутренней отделки и мраморные обои. Вот только без социального контракта вряд ли бы удалось реализовать эту бизнес-идею, признается начинающий предприниматель. В районном центре соцзащиты Андрею Яровикову разложили по полочкам действия этого механизма. Он прошел обучение. Выделенных 350 тысяч рублей хватило на покупку станков, клеевых составов, песка и пенопласта. На сегодняшний день есть, да, заказы. Вот есть, мы сейчас заканчиваем заказ. И еще там заказы будут. У нас и теперь отправляли заказ один уже. Только за прошлый год 134 жителя Сысельского района заключили социальный контракт. Центр обязуется выплатить пособие, а гражданин выполнить мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. С помощью социального контракта малый имущий гражданин может реализовать свой трудовой и деловой потенциал, стать финансово независимым. Результативным у нас считается такой социальный контракт, благодаря которому у гражданина повысились доходы и он вышел на самообеспечение. С 2020 года с начала действия этой программы только в Сысельском районе свою жизнь смогли улучшить 664 жителя. В целом по республике эта цифра приближается к 5000. Жительница Сыктывдинского района Анна Новичкова год назад, будучи в декрете с третьим ребенком, решила внедрять накопленный опыт в психологии в открытие собственного дела. Чтобы получить финансовую помощь на старт своего бизнеса в местном центре соцзащиты, женщине посоветовали подать заявку на заключение социального контракта. Начинающий предприниматель получила 250 тысяч рублей. Это было бы дольше и сложнее. Ну, либо пришлось бы какие-то кредитные средства задействовать в этом, что не хотелось бы. Вот, так как у меня трое детей и не хотелось бы влезать в какие-то кредитные обязательства дополнительные, да. Вот, поэтому эта очень большая помощь была на момент моего старта элементарно, чтобы выбрать то, что нужно, да, и чтобы начать просто делать то, что тебе нравится. Социальный контракт – серьезное финансовое подспорье от государства. Пособие можно потратить на обучение, открытие своего бизнеса, развитие подсобного хозяйства или же преодоление трудной жизненной ситуации, таких обстоятельств, которые мешают человеку зарабатывать. Впрочем, в целом по республике самым популярным направлением социального контракта остается поиск работы. С этого года изменится формула расчета нуждаемости для потенциальных получателей соцконтракта. Впредь будут учитывать только доходы супругов и их детей, без учета финансового положения прочих родственников, проживающих совместно. Кроме того, в формулу не будут включены маткапитал и ряд других мер поддержки.